В СУ уничтожили еще 970 оккупантов и более 25 арчистем, Генштаб обновил потери РФ. За прошедшие сутки, 13 октября, украинские военные ликвидировали еще 970 российских террористов. Сначала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 286 890 единиц личного состава, об этом пишет РБК Украина со ссылкой на Facebook страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 октября 2023 года ориентировочно составили, личного состава, около 286 890 плюс 970 человек ликвидировано, танков 4940, плюс 9, яд, боевых бронированных машин 9337, плюс 24, яд, артиллерийских систем 6833, плюс 26, яд, РСЗО 811, плюс 0, яд, средства ПВО 547, плюс 1, яд, самолетов 317, плюс 1, яд, вертолетов 316, плюс 0, яд, БПЛА оперативно-тактического уровня 5265, плюс 1, яд, крылатые ракеты 9531, плюс 0, яд, корабли, катера 20, плюс 0, яд, подводные лодки 1, плюс 0, яд, автомобильные техники и автоцистерн 9225, плюс 22, яд, специальная техника 971, плюс 4, яд. Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны, АСВ, попытки российских террористов атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Наступление врага может превратиться в «биение в бетонную стену», между тем наши воины продолжают наступать на нескольких направлениях. Террористы активно обустраивают собственные передовые позиции, минируют, а также строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.